привет друзья всем доброго времени суток сейчас посмотрим что у меня еще нацвело цикле радиатор аромат невероятный лимонный совершенно аромат вкуснейших леденцов она только зацветает повторно то что она уже цвела а это просто дождики какие-то прошли хорошие такие цветочки перевернутые у этих энциклей интересные таки еще продолжает айрадис мой цвести красота конечно красота и аромат духи целый день духе вау восхищаюсь всегда и вот такой гибрид расцвел опять тоши ауки как там у меня есть в оригинале тоши ауки а это скрестили еще на патинару батюкин ста-ста-ста-ста-брайт потому что-то давиановский гибрид тоши ауки там больше всего давианы губа такая замысловатая ну тут поярче а это такая видно этот бурдикин ста-брайт какой-то повреднее гибрид и вот результате такие цветы там такие это другие по сходство есть есть лучи на лепестках губа она просто шлейф такой королевский и разные цветы такие немножко отличаются друг от друга но в этом и прелесть котлейных гибридов могут быть немножко разные цветы еще одна очень красивая и знаменитая котлея у меня развела совершенно шикарнейшие цветы огромные тяжелые такие вот цветы паутинка паутинка была и называется она лилия кетли эксимия 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 это гибрид природных котлей котлея паркурата в рейшинг корнея на котлея парнири в данном случае альба огромные цветы огромные губа какая глубокая длинная огромная такие вот уникальные цветы паркурата и парнири посажена таким интересным образом у меня почему потому что росла росла она у меня в двух горшках вот тут вот где этикетка был положен здоровенный булыжник чтобы уравновесить эти два горшка и она обросла корнями этот булыжник поэтому вынимать ее из этих горшков было невозможно и получается теперь что она как бы занимает половину от этого огромного горшка ну ее надо было куда-то посадить потому что корни были воздухе она переросла эти два горшка теперь у меня такой план она заполнит это пространство корнями тогда я ее отрежу и то что останется в этих двух горшках то так и будет расти в этих двух горшках и и никак по-другому невозможно и сам горшок от плетеный корнями булыжник там внутри поэтому ну невозможно это было делать просто погубить все корни разрезать тогда нужно было бы поэтому пусть будет так как есть и потом я отделю кусок котле и посажу отдельно а и эти два горшка так и будут расти в третьем горшке теперь для новой части этой котле и экземия вот так вот странным образом получилось ну как есть так есть там у меня на дне крупная кора у этого горшка огромного много насыпано угля пенопласта и потом сверху там и мелкая кора и крупная наверху наверное еще надо подсыпать немного а может не надо она новые корни когда пустит новые росты когда начнет то запустит их эти новые корни сюда вот есть промежуток субстрат есть пространство в горшке все есть так она будет спирать как дожди которые у нас зарядили влажности воздуха повышенная тка могут повредить цветы а давно давно цветет это котле давно наверное уже две недели третью наверно не стала такая нормальная нормальная там такие пятнышки светлые появились как плесень какая-то что такое такие вот улиток не должно быть потому что они бы и поели бы кусочки вы или и потом я таблетки по раскладывала там гранулы кудряшка такая такая кудряшка ароматная одна из самых ароматных орхидей вообще в моей коллекции и это гибрид у меня есть они и по отдельности такие рюши 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 кудряшки пахнет духами ну вот так приятно вот давно давно цветет и я уже показывала это альсиара гилдит тала позолоченная башня отцвела а это похожий такой ансидиум но другой такой более золотой такой более пятнистый леопардик роскошная совершенно роскошная даже не ожидала что она будет такая красивая такая красивая хорошо что я ее купила когда-то они там себе растут уже рассказывала про нее но вот она немножко поярчила и что теперь у мне еще новенького развело ну как новенькая старенькая хотя и не очень старенькая расчел с малыша с малышки вот эту вот котлею маленький сидлинг был не знаю года три четыре и вот такая роскошь закрывает цветы вот пришлось подвязывать прямо целый цветонос потому что тяжеленные наклоняются вниз цветы огроменные форма идеальная идеальная и конечно же это знаменитая котле чайна леди ну именно этот вариант называется аркиз а их много вариантов у меня еще есть чайна леди какой-то другой как бы под название другое но и тут конечно хорошо видно давиану губище такая полосатая тигровая бархатная огромная вот давиана тут превалирует множество множество котлей природных вот а больше всего давианы и лабиаты вот видимо сейчас такой момент когда цветут лабиаты ну по крайней мере гибриды их там у меня лабиата на гибрид тут у меня другая лабиата ну какой-то другой гибрид на лабиату вот тут лабиата давно уже цветет я про нее рассказывала показывала это люминос она выгорела тоже давно цветет то других каких-то оттенков совершенно розовым выгорел хотя она вроде как и не на солнце я и тут под крышей всех прячу вот она у меня уже второй раз цветет второй раз вот этот вот думала пустой не процвела вырастила новый рост и зацвела но она у меня цвела совсем небольшая вон такой след от цвета носа яркая красивая бархатная бархатная это знаменитый гибрид чайна леди так что обратите внимание коллекционеры вот сейчас пойдем посмотрим да ну и ароматная она конечно все абсолютно котлеи ароматные все гибриды той или в иной степени ароматные еще у меня цветет ванда уже давно цветет я тоже или показывала их пастельных тонов вот огромная огромная при огромная корни вон там уже наверное в землю впились вот и цветет гибрид окланде это зеленый вариант она была совершенно зеленая пока ее не вывесила на солнце и она уже цветет две недели тоже давно это кэтрин кларксон тут как бы гибрид кэтрин кларксон еще на что-то но это натуральная кэтрин кларксон более кэтрин кларксон быть не может у меня два одинаковых гибрида я купила малышками малышками и один цветет желто оранжевым ну вот поле где крапушки эти располагаются а другой гибрид ну совершенно зеленушка распускается но вот уже за две недели просто цветы конечно меняют окраску они становятся как бы темнее и ярче вот совершенно пластмассовые блестящие такие твердые лепестки красивая форма ароматная она пахнет спайсами специями значит очень люблю пятнушек этих необычные у них запахи везде везде их можно услышать узнать красивые красивые красивый гибрид вот а кто у меня еще тут распускается когда распустится тогда посмотрим еще раз и и и и и и и